Всем привет, меня зовут Дмитрий, я графический дизайнер. Я решила записать урок по созданию постера в фотошоп, и сначала планировала, что это будет один урок, но поскольку ретушь фото это отдельная масштабная работа, которой тоже стоит посвятить определенное время, я разбила урок по созданию постера на два. В этом видео мы разберем, как подготовить фото, а именно как сделать качественную естественную ретушь. А во втором уроке мы приступим непосредственно к созданию постера. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Давайте начнем. У нас есть исходное фото на хромакее. Это и плюс, и минус. Плюс в том, что легко вырезать фон автоматически, а минус в том, что остаются так называемые спилы. Их я покажу чуть позже. Начнем с удаления фона. В 20 и 21 фотошопе во вкладке Properties есть кнопка Remove Background. Если у вас нет такой вкладки, нужно зайти в Windows и сбросить настройки рабочей области. Закрываем ненужные пока вкладки. Итак, фотошоп удалил фон, даже оставил детали в волосах. Это круто. Если у вас старая версия фотошоп, советую посмотреть мой урок, как вырезать объект, в том числе волосы. Но у нас появились спилы, о которых я говорила ранее. Это когда от хромакея на коже, одежде, волосах и так далее остается зеленое свечение. Поэтому съемку на хромакее я не рекомендую. Выбирайте белый или черный фон. Попробуем убрать спилы. Для этого создаем слой Hue Saturation и заходим в редактирование зеленых оттенков. Еще одна проблема, что фотошоп по умолчанию не считает, что это зеленый цвет. Он скорее его приписывает к желтому. Поэтому просто убрать сатурацию зеленых оттенков не получится. Нам нужно аккуратно расширить зону зеленых оттенков так, чтобы кожа не меняла цвет. Затем мы возвращаем насыщенность, но меняем оттенок зеленого на желтый. Такой способ не решает всех наших проблем, но позволяет немного убрать зеленый цвет. Рядовой зритель вряд ли догадается, что там были зеленые пятна. Теперь нам нужно удалить контур изображения, который портит фото. Для этого воспользуемся пеном, то есть пером. Горячая клавиша P. Я зажимаю пробел, чтобы перемещаться по рабочей области. Замыкаем наш путь. Нажимаем правой кнопкой мыши Make Selection Radius 1. Теперь кликаем на маску и нажимаем Delete. Проверьте, чтобы у вас был выбран белый цвет, а не черный. Ctrl-D, чтобы снять выделение. Начнем чистить кожу. Выберем инструмент Healing Brush. Зажатым альтом кликаем на место, откуда будет браться информация. Затем точечно убираем мелкие недочеты. Следите за тем, чтобы сохранялась текстура кожи и не было пятен. Не убирайте розинги, родимые пятна. Только если об этом не попросил клиент, или если вы не хотите это сделать в рамках ретуши своего фото. Далее выберем инструмент Spot Healing Brush. Его принцип работы похожий, но тут вам не нужно выбирать, откуда брать информацию. Этот инструмент все делает автоматически, просто иногда не очень хорошо. Часто нужно провести по одному месту несколько раз, пока вас не устроит результат. Нажимайте горячие клавиши Ctrl-Z, чтобы отменить действие. Вообще в ретуши главное это практика. Чем больше фото вы отретушируете, тем проще и быстрее будет даваться каждое фото. Главное помнить, что сейчас в моде естественный ретушь. Это когда остаются мелкие недостатки на лице, когда четко видна текстура кожи, и когда ретуши, собственно, даже и не видно. Посмотрим до-после. Остаются небольшие пятна на лбу, их можно будет поправить заплаткой и потом техникой Dodge & Burn. Переходим, кстати, к этой технике. Для этого создаем новый слой цвет серый. Режим наложения Soft Light или мягкий свет. Ставим галочку, чтобы был создан слой с нейтральным цветом. И сразу можно поставить галочку, чтобы данный слой был обтравочной маской к слою с фото. Возьмем обычную мягкую кисть. Черный цвет затемняет области, белый высветляет. Чтобы быстро переключаться между цветами, нажимаем X. Чтобы увеличивать или уменьшать размер кисти, это квадратные скобки на клавиатуре. Уменьшим непрозрачность слоя. И начнем рисовать на нем черной кистью, чтобы затемнить участки, и белый, чтобы их высветлить. Субтитры сделал DimaTorzok Мы придали лицу чуть больше объема, подчеркнули глаза и губы. За платкой исправим оставшиеся недочеты. И уберем блеск. Урок про то, как убрать жирный блеск, есть у меня на канале. Сейчас я вкратце покажу этот способ. За платкой выделяем область с блеском, заменяем ее. Затем заходим в Edit, Fade Path Selection, чтобы убрать непрозрачность области, которую мы вставили на место блеска. Это нужно для сохранения оригинальной текстуры. Нам останется еще убрать складки. И необходимо осветлить участок кожи на руке. Объединим слои с ретушью, для этого выделим их и нажмем Shift-E. Создадим две копии слоя, для этого дважды нажмем горячие клавиши Ctrl-J. На первый слой добавляем Gaussian Blur, Radius 1-2. На второй слой High Pass. Режим наложения Линейный свет, Linear Light. Ничего не изменилось, так и должно быть. Верхний слой сохраняет текстуру кожи, а нижний ее размывает. На нижнем слое мы можем проводить микс с кистью, чтобы убрать оставшиеся пятна. Все значения параметров микс с кистью должны быть ближе к 10-20. Этот же инструмент позволяет разгладить одежду. Не стоит разглаживать ее слишком сильно. Снова объединим слои с ретушью. Превратим этот слой в смарт-объект. Найдем Liquify. С его помощью можно менять пропорции лица и тела, ну а мы попробуем добавить объем волосам. Красным выделим области, которые не должны трансформироваться при добавлении объема. Следите за тем, чтобы объем выглядел реалистично и не менялась форма черепа. Теперь попробуем убрать складки. Штампом аккуратно продлим одежду, чтобы скрыть неприятную складку. Вторая складка может остаться, она выглядит нормально. Поправляем одежду. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Можно штампом убрать капилляры в глазах. Это не обязательно, но мне захотелось это сделать. Осталось еще убрать остаток фона, для этого тоже подойдет перо. Если вдруг вы все удалили, но вам кажется, что ничего не произошло, проверьте, если у вас выключен нижний слой. Я бы еще раз гладила одежду. Можно немного увеличить значение параметров микс кисти и посмотреть на результат. Но если мы просто будем вводить микс кистью по слою, то текстура будет ухудшаться. Поэтому до этого мы создали поверх слоя с размытием слой с текстурой. Профритушь так делать нельзя, конечно, но здесь мы можем это сделать. Моя цель показать, как работают разные инструменты. Сейчас кожа слишком желтая, с помощью Huse Sturation и кривых делаем ее более розовой. В Huse Sturation меняем только желтые и красные оттенки, чтобы цвет одежды остался таким же. Если цвет одежды совпадает с цветом кожи, то вам придется убирать действия Huse Sturation маской. Заходим в кривые. Верхние точки отвечают за светлые участки, нижние за темные. Немного затемнем светлые области и высветлим темные. Далее отдельно редактируем зеленый и красный и синий канал. Тут все индивидуально и зависит от исходных цветов. Главное попытаться приблизить цвет кожи к натуральному розоватому оттенку. Не делайте кожу слишком желтой, синей или зеленой, это будет выглядеть плохо. Найдите отдельно палетку с цветами кожи и вставьте ее в фотошоп, чтобы смотреть, насколько вы приблизились к естественному цвету. Еще я забыла штампом убрать остаток фона. И на маске можно убрать ластиком области, которые выглядят плохо. Вот что у нас получилось сделать. В этом уроке мы разобрали базовые принципы ретуши. Эту ретушу еще можно было бы добить до идеала, но для использования фото в обложке или постере такой ретуши достаточно. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, если это видео было для вас полезным. В следующем уроке мы перейдем к созданию постера, а пока вы можете повторить ретушь из этого урока на примере моего фото, ссылка в описании к видео. Если вы хотите получить обратную связь, прикрепляйте свою ретушь к посту в ВК, и я обязательно оценю вашу работу. Ну а пока на этом все, до встречи в следующем видео. Продолжение следует...